Здравствуйте дорогие друзья, вы на канале Альтернативная История, меня зовут Сергей, как вы уже знаете, и сегодня у нас мод на Холодную Войну, Хальсов Айрон 4, играя за Украину. Итак, друзья, это очередное прохождение, на счету это уже четвертое прохождение на нашем Альтернативном канале, посвященной Украине в Холодную Войну. Играем мы за Украину в предыдущем выпуске, как вы уже помните, если кто из вас не помнит, даже не смотрел, обязательно посмотрите предыдущий выпуск, потому что он был также интересен, насыщенный. Но немножко веду вас в курс дел и скажу то, что мы стали независимой Советской Республикой в мире Холодной Войны в 64 году и теперь на правах, вот так как к Варшавскому договору, на правах независимой сильной страны решаем судьбу мира, как и Европы, так и мира. На этот раз у нас КНДР и Республика Курея начали воевать в начале февраля, то есть там 2 февраля, по-моему, Республика Курея была подвержена атаке со стороны КНДР. Вот такая у них ситуация, друзья, на фронте уже Республика Курея терпит поражение, демаркативная зона захвачивается в КНДР и вот такая ситуация. Но все бы было хорошо и, ну, как сказать, какое отношение Украины имеет вот такой вопрос к этому конфликту? По сути, никакого, друзья, потому что корейский конфликт, вот смотрю вас, введу вас немножко в курс дел, со стороны КНДР воюет 16-20 дивизий, со стороны Республики Курея 12-16 дивизий, уже 10 тысяч убитых или раненых со стороны КНДР и 4 тысячи потерь со стороны Республики Курея. По сути, Украина никакого отношения не имеет до этого конфликта, но все бы было хорошо, если бы не так было плохо. И плохо это то, что я не заинтересованный в том, что КНДР объединит полуостров, корейский полуостров под коммунистичным сильным диктаторским режимом, где будут гибнуть тысячи, а то и сотни мирных жителей, которые в будущем, ну, возможно, ну, жаль, ну, не то чтобы жаль, но в интересах Украины не распространение вот такого железного диктаторского режима КНДР, неуправляемого на Восточную Азию. Потому что КНДР, вы сами понимаете, в современном мире, они довольно-таки неустойчивы, и их тяжело предсказать. Они могут там потом пойти на государство Японию, объявить войну Японии, лишь там создать ядерные бомбы, как в современном мире, и угрожать всему миру о создании ядерной бомбы. Все хорошо, друзья, но я как раз в этом конфликте начал поддерживать Республику Украины. Это президента Юн Пусуна. Мы отправили 4 дивизии всевозможных, которые дают нам возможность отправить наша политичная партия, наш политический устрой. А сами американцы также отправили 10 своих дивизий в этот конфликт. И что самое главное, друзья, то, что 11 дивизий отправил Советский Союз. Посмотрите, друзья, 11 дивизий Советский Союз отправили, 18 дивизий есть у КНДР, в общей сумме это 28 дивизий. 14-16 дивизий со стороны Республики Кореи, плюс наших 4 дивизий, это в сумме 20 дивизий. И плюс 10 американских дивизий, это уже 30 дивизий со стороны Республики Кореи. И такой антикоалиции против КНДР и Советского Союза. Я решил повоевать, воюю за Республику Корея, потому что в интересах сохранения демократии и правопорядка на восточном направлении, а сам же Советский Союз, хотя мы здесь и являемся союзниками, хотя я и сказал, что никогда не предам Советского Союза, я действительно не буду воевать в прямой войне против Советского Союза, но в интересах украинской демократии это сохранение независимости, сохранение демократичных уструй именно на Востоке. Потому что Советский Союз и Никита Сергеевич Хрущев дал нам марионеточный режим в 60-х годах. Это за 4 года, по сути, Украина из вассального государства превратилась в самую развинутую индустриальную республику, Советскую Республику от Вашавского пакта. Также мы создали могущественную европейскую армию, которая уступает только Советской армии в Европе и стали важным игроком на международной арене в политике в мире, который решает наружные проблемы в разных точках. Это первый конфликт после проголошения независимости Украины, в котором принимают украинские войска участие. Мы воюем, как ни странно, против наших Советского Союза, против республики, огромной республики Советского Союза, потому что у нас идут разбежности между Киевом и Москвой. Пока-то Никита Сергеевич Хрущев очень остро на это не смотрит, но он знает, что Украина в этом конфликте поддерживает именно Республику Крею, потому что лично для Украины, для интересов Украины, потому что вот еще не сказал очень важную такую информацию, то что мы торгуем, экономическое наше взаимодействие есть и с западными странами. То есть мы не являемся закрытой страной, как Советский Союз, наша экономика есть свободная. Вот смотрите, друзья, свободная торговля. Мы воюем, мы торгуем со всеми странами мира, и это огромнейший плюс к нашей экономике. В том числе и в интересах Украины, это торговля в восточном направлении, как из Республики Креи и государством Японии. Ну что же, друзья, вот такая небольшая предыстория в нашем сегодняшнем конфликте. Давайте перейдем к слову, к делу, и посмотрим, чем же закончится этот важнейший конфликт на Курейском полуострове, и на чьей стороне будет правда. Четыре дивизии не так уж много, но мы поддерживаем, и КНДР, наступая по демаркотинной зоне, они уже захватили демаркотинную зону. Это 51-й параллель, там 49-й, точно не помню. Вот такую параллель, они захватили, наши четыре дивизии, по сути, погода не портит, и большого, как такового, влияния не оказывают на эту войну, но уже хоть какая-то помощь, хоть какая-то помощь из стороны Украины. Советская и КНДРская армия наступают по направлению КНДР, они постараются захватить Сеул, потому что если пойдет Сеул, то в скорое время пойдут ряд других регионов, за исключением Пусанов, которые уже охраняют две дивизии, как когда-то, Республика Корея в 49-м по 53-м годах, Первой Корейской войне. Это Вторая Корейская война, в которой принимает участие уже напрямую Советский Союз. В первой войне принимала участие в основном КНДР в этом конфликте, КНДР особо не заинтересована в этом конфликте, и решил поддержать Советский Союз именно Корею. Ну что ж, друзья, такой у нас прорыв фронта со стороны КНДР и Советского Союза. Мы держим направление Сеула, две дивизии, две дивизии, по сути, держат это направление, на Сеульскому направлению, и мы постараемся хоть как-то удержать фронт за нашим преимуществом, за преимуществом Союзнику. В том числе и будем стараться хоть как-то контратакировать. Украинская армия хоть и является немного численной, но довольно-таки успешной и хорошо обученной армией, потому что западные технологии у нас как раз и есть и в военной сфере, и в сфере экономики, друзья. Вот это такое большое преимущество украинской демократичной независимости, которую мы получили за 4 года после проголошения вот такой марионитушного режима. А сам же Советский Союз и КНДР, наступая по всех направлениях, вот мы действительно отчаянно боремся, посмотрим, какие же потери Корейской войны за месяц времени, потому что уже месяц прошел, и как вы видите, 37 тысяч со стороны Республики, точнее КНДР, и 25 тысяч со стороны КНДР. Тяжелейшая война, она уже забрала в общей сумме где-то 100 тысяч на войску, контрнаступ Республики Курея, США и Украина все-таки дал свои плоды. Мы выравниваем фронт, доходим до демаркативной зоны, и поставимся взять как раз эту демаркативную зону для того, чтобы возобновить кордон. Как раз инициативу, которую оказал Советский Союз и КНДР, они упустили свою возможность убить, тем не менее, сама американская администрация быстренько зареагировала на ход этой войны. Они быстренько отправили свои 10 дивизий, которые решающую роль оказали уже на начальных этапах этой войны. Если бы не американская помощь, то, наверное, украинские 4 дивизии большой погоды таки не изменили. Тем не менее, Советский Союз и Республика Курея в прямом вот таком столкновении воюют за Сокшхо, вот Сокшхо, остров, регион. Мы также отправляем свои дивизии, фокус использовали мы, строительный фокус, умеренность, и попробуем строительский морских баз, потому что наш флот на очень низком уровне. Интересно самому, чем же закончится этот конфликт, вы, как в любой, думаю, знаете. Давайте поставим этому видеоролику лайк, хотя бы набираем там 5-7 лайков для канала Альтернативная история, мне будет действительно интересно. Замосул Урпинг, очень жаль, что как раз такое новостное сообщение не приведено на русскую речь, и у нас нет возможности узнать, что же на самом деле там происходит. Совсем близко подошли войска КНДР к Сеулу, но, к счастью, американские и украинские дивизии тут как раз держат довольно неплохую оборону. Попробуем захватить инициативу, но нас не удается нам. Действительно, очень тяжелая и напряженная война, потому что сама домеркотинная зона хорошо укреплена, как со стороны атакующих, так и со стороны обороняющихся войск. И не так-то и легко взять такую важную демаркотинную зону. Множество жителей, множество уже солдат погибло в этой конфликте, в этом тяжелом конфликте. И для нас, как для государства, которые также теряют своих войск в Республике Кореи, в наших же интересах завершения данного конфликта. 7% международной напряженности, вот смотрите, 67 тысяч со стороны Республики Кореи уже погибших, и 97 тысяч со стороны КНДР, погибших в этом конфликте. Это только официальные числа, друзья, не говоря уже о потерях американских и украинских войск, также в том числе советских войск в этом конфликте. За два месяца, за таких два полных месяца, конфликт перерос в глобальный масштаб и забрал уже жизнь где-то 200 тысяч жителей, 200 тысяч человек, которые принимают участие в этом конфликте. Не жалеет средства, не жаляет своей ресурсы, советской СССР, КНДР. Они опять же атакуют эту демаркотинную зону, притул, наближаются к Сеулу. Мы стараемся, мы действительно стараемся всеми своими силами, чтобы как раз-то, друзья, как раз-то Сеулу хоть как-то оборонеты и по возможности контратепир атаковать в этом направлении. Но Советский Союз, вот из КНДР, дает жару, друзья, в этой Корейской войне. Они сильно заинтересованы в завершении этого конфликта, потому что перед КНДР и Советским Союзом это открывает большие возможности. Они могут теснуть на Японию, изгнать получение Штата Америки, то есть Соединенные Штаты Америки с Японских островов, забрать их базу, угрожать ядерной войной, ядерной расправой. Ну, в общем, каждая страна в этом конфликте испытывает свои личные с ней, вот такие корыстные цели, и в том числе и молодая Советская Республика, как Украина. Мы уже, в свою очередь, обороняемся и атакуем, стараемся захватить, не с этой у своей руки, то проиграем, то отступаем, то снова атакуем позиции врага. Вот такой конфликт, друзья, который уже прирос в полумасштабную войну со стороны, хотя, к счастью, великие страны не принимают прямого участия в этом конфликте, но война идет спорная, вот такая война, частые битвы, частые сражения за Сеул, частые сражения за демаркатиную зону, то отступают, то нападают. Победителя определить довольно тяжело в этом направлении, и еще рано говорить о тотальной победе в этой войне. 6% международной напряженности, смотрите, друзья, около 200 тысяч уже погибло в этом конфликте, и ни конца, ни краю нету в корейском конфликте, в нашем сегодняшнем альтернативном выпуске, посвященном на холодную войну. Далеко Украина, мы отправили только 4 дивизии, если бы мне удалось отправить еще хотя бы 2 или 3 там дивизии, то для нас была бы возможность, ну, более, в большей мере помочь именно Республике Корея. Эффективную грузопорезку по воздуху исследуется у нас. Такая возможность, мы отправляем укладку на полеты, довольно хорошая такая исследовательская. возможность в будущем, которая окажет огромнейшее влияние на производство страны. Идут отчаянные сражения за Саул и Демаркасийная зона. То находится, ну, на данный момент они находятся именно на советском направлении. Ну, давайте попробуем контратаковать. Нам надо выбираться с этого пекла, друзья. Действительно, нам надо отсюда забирать свои войска и постараться. Хотя нас не поддерживает американская администрация. Нам нужно больше войск, нам нужно больше дивизий. Но Саула не возьмут ни в какую. Ну, никак не дадим мы Саула захватить именно врагу. Аденаси, дивизии Советского Союза, то вообще что-то с чем-то, друзья. Ну, давайте попробуем наступить. И вот пока что идет война на земле Республики Корея. И идут сражения за Саул, который наполовину уже уничтожен в ходе такого конфликта. Я не знаю, друзья, но на месте снова Республики Корея и КНДР я бы заключил прочный мир. Хотя эта война уже сильно надоела всем странам, которые принимают участие в этом конфликте. Цели авиации, традиционное наносение ударов в авиации. Мы постараемся взять демаркативную зону. И нам надо бы захватить Сокча. Потому что эта демаркативная зона параллельно сильно укреплена со стороны, как и со стороны Республики Кореи, так и с нашей стороны. И после захвата этой зоны у нас есть возможность поставить свои оборонительные рубежи. Что, в своем очереди, даст нам возможность в будущем отражать уже атаки КНДР со стороны самого КНДР. И сражения будут вестися не на земле Республики Кореи, а на нейтральной зоне. Но сильная поддержка Советского Союза блогит узи. Так и в сумме штате, шаробразной банки для топлива. Так и в сумме штате Алабама, протисующий возле вес преподобия Тью Юджерс Роджерс, планировали пройти от своей церкви до здания суда округа. В Америце задействованы разные, друзья, события, которые также играют решающую роль вообще на международную такую общественность. Но Корейская война 60-х годов, 64-го года, сильная война. Посмотрите, у нас нет возможности, по сути, хоть как-то возобновить свои дивизии. Снабжение очень далеко к нам приходит. И американская помощь, и американская ленд-лизом. В этой войне, как-никак, кстати. Результативный хассом. Влияние Америки на кубинскую политику радикально изменило страну в новых отношениях. Будет ли провалдать сицилийские или радикальные ракционеры в захвате славной Кубы? Ну что ж, Куба, друзья, в руинах. Вот смотрите, перейдем до самой же Кубы, так как новости нам сообщают, что Фиделя Кастро. Вот Фидель Кастро, по сути, есть. Но только вот влияние Советского Союза в 31% и Соединенные Штаты имеет 5% влияние на Кубу. Тем не менее, национализм на Кубе превратает 70% в поддержку. А кубинский вопрос будет также важным вопросом, я думаю, в скором времени. Думаю, что буквально в 64-м году, это уже посмотрим, как будут происходить события в мире виртуально. Нам бы с этой войной разобраться, не то чтобы еще на Кубе начинались какие-то гражданские войны. Ну что ж, контратакируем на направлении Кессон. Захват Кессона, надо захватить Кессон, друзья. Разведывательные спутники, Академия шпионов. Надо захватить Кессон и отбивать атаку КНДР со стороны Сеула. Вот Сеул, бляха, если мы потеряем Сеул, то таким образом война, данная война, в данном конфликте будет тяжело, тяжело в будущем воевать. Если бы еще Америка отправила хоть 2-3 свои дивизии в Ижитам Япония, то намного бы легче было обороняться в этом конфликте. Но у нас нету таких возможностей. Ну что ж, друзья. Таким образом, если наши 4 дивизии только помогают для оборонительных укреплений, я даю приказание своим дивизиям, чтобы они отправились в направление Сокшха. Нам надо захватить этот главный остров, хотя уже КНДРские войска испытывают нахватку вооружений. Это заметно, кстати, друзья, в этом конфликте. Я думаю, что Сеул, американская администрация, американские войска с помощью Республики Украины не сдадут и, ну, постараются удержать по своей мере. Вот атакуем с помощью американских войск направлением Кенгидо. Вот в направлении Кенгидо попробуем атаковать. Задействованы 2 дивизии из 4 в этом направлении с нашей стороны. Давайте задействуем еще 3 дивизии. Но никак, вот никак не удается нам захватить инициативу в свои руки, друзья. Никак. Буквально никак. Давайте посмотрим, сколько же войск и сколько же погибло солдат в этом конфликте. 285 тысяч со стороны КНДР и 216 тысяч со стороны Республики Украины. Война... Ее надо прекращать, ее надо на 100% завершать. Вот, корейский конфликт. Вот такой корейский конфликт, друзья. Хотя бы мы отправили еще несколько своих добровольцев. 4. Экспедиционные войска. Возвратить экспедиционные войска. Нет такой возможности у нас возврата экспедиционных войск. Фронт. Нестабильный фронт. Напряженный, друзья. Давайте попробуем еще наступить на Кенгидо. Но советская армия по-любому закрывает свои такие рубежи. И никак. Вот никак, в буквальном смысле, никак прорвать фронт с нашей стороны. Ну, давайте с направления Сула отправляем еще свое одно войско. Одну дивизию. Еще река множество. Вот река много причин. Как раз и река нам не дает возможности. Атакуем по направлению Сокшха. Здесь сражения идут за нами. Уже плюс-минус. Давайте развертываем свою полномасштабную такую бету. Но, хотя мы и побеждаем в этом конфликте. Хоть, ну так, но на 100%, чтобы добить советскую КНРскую армию. Не хватает силы, не хватает дивизий, не хватает заинтересованности генералов в этом конфликте. Ну, Сокшха. Давайте еще атакуем. Наверное, мы, да, захватываем Сокшха. Это большая победа в нашем направлении. Мы как раз оттесняем советские войска в этом направлении. Держим оборону, как я уже и сказал. Демаркатинную зону постараемся взять. Друзья, 4 дивизии украинских. Дивизии мы воюем напрямую с КНР и Советским Союзом. Но не хватает нам как раз организованности к войскам. Ну, давайте попробуем хоть как-то поднять этого генерала, который принимает участие в этом конфликте. Генеральчика. Повышаем генерала 30. Вот и теперь у нас есть возможность, как он уже обстрелян, агрессивные нападения. Вот агрессивные нападения в данного генерала. Ну, что ж, друзья, организованность войск улучшилась. Наша 18-я Олимпийская игра. И если душа Америки полностью отравится, часть скрытия должна быть проведена во Вьетнаме. Его невозможно спасти, пока он разрушает надежды людей во всем мире. Мартин Лютер Кинг. Вьетнамская мать вашу война. Государство США обвеляет войну в государство Фронт национального освобождения. Компания лету свободы недавно завершили, но не достигла своих уцелей по значительному увеличению числа зарезов чернокожих. Ну, что ж, друзья, Вьетнамская война в нашем сегодняшнем конфликте. Началась Америка официально объявила войну Вьетнаму. И таким образом Вьетнамская война в 64-м году началась официально. Я не знаю, как мы будем реагировать. Давайте попробуем на сегодня хотя бы завершить КНДРский вопрос. Оттеснить армию КНДР, оттеснить армию вообще Советского Союза и КНДР со стороны Кореи, Республики Кореи, наших союзников, и заморозить данный конфликт. Потому что иначе это никак не назовешь. 11 дивизий Республики Советского Союза воюет со стороны КНДР. И эти дивизии огромнейшую помощь оказывают. Республика Корея сейчас находится на грани краха. Поскольку ее столица Сеул только что была успешно захвачена насыпающимися северно-корейскими войсками Северной Кореи. Ну что ж, друзья. Сеул пал, к сожалению. Американская администрация забрала свои войска. Они забрали свои... Они забрали свои войска. Блин. И мы оказались в тяжелейшем, вот в тяжелейшем, друзья, положении. Америка забрала свои войска и таким образом Сеул пал. Максимум добровольцев мы отправили в этот конфликт. Ну, наверное, наша цель. Наверное, тут у нас уже, друзья, тяжелая потеря. Тяжелая потеря. Америка забрала свои войска. И я думаю, что нам надо отправлять свои дивизии именно в направлении... ...борона территории. Именно здесь. Инакше никак. Проиграем Корейскую войну. Американские войска забирают свои дивизии. Мы отступаем. Также нет смысла воевать там, где Америка... ...где Америка уступает. КНДР 356 тысяч поражений. Убивших. И Республика Корея полумиллиона. Вот скоро полумиллиона со стороны Республики Корея. Вот такие изменения, друзья, в мире. И нам приходится отступать. Отступаем, мол, Пусан, потому что инакшего... ...и другого выхода у нас нет. Я бы вообще забрал свои добровольческие войска. Нам бы надо забрать. Вот КНДР выигрывает эту войну. А мы свои войска... ...можем потерять. Вот мы действительно можем потерять свои войска. Республика Корея... ...скором времени пойдет, друзья. Смотрите, Корейская война. Только 8 дивизий максимально уже есть со стороны Республики Корея. И... ...Повер 20 дивизий со стороны КНДР. Пеклов. В Корее Пеклов. Отступают войска под тиском. Под тиском. Государство Портуальская Республика влияет в войну. Народная Республика Мозебайк. В течение многих лет Мозебайк пытается всеми возможностями освободиться от Портуальского колониального господства. Ну что ж, друзья. Регион Пусан постараемся удержать. Как это будет возможно и насколько это будет возможно. Сама же Америка, Соединенные Штаты Америки воюет против Вьетнама. Это Вьетнамская война. Начало Вьетнамской войны. И наша армия, которая старается удержать Пусанское направление. Мы бы выиграли эту войну. Но именно войска... Войска, друзья. Америка, которые отступили с Корейского направления. Вот и решили о ход этой войны. Данная война и данный конфликт был проигран сугубо, как сказать, из-за инициативы американской администрации, которая уступила. Вот они напугались огромнейших. Где активное строительство, инфраструктура больше не действует на нас. Они испугались потерь. Друзья, они испугались потерь. И только четыре дивизии украинских войск. И одна дивизия войск Республики Курея воюет здесь. Оступаем в Бусане. Академия военного шпионажа. Поддержка молодых офицеров выполнена. И сражение за Бусан. Сражение, друзья, за Бусан. Последняя надежда. Последняя надежда Республики Курея. Непредсказуемый выпуск. Не ожидал, что так будет. Но было интересно поиграть. Вот это еще раз поддерживает то, что... Это еще раз говорит о том, что... Сами мы бы не справились. Хотя мы Бусан обороняем со всеми своими силами. Нам нужно, вот буквально категорически нужно отправить больше своих дивизий. Но никак. Как раз-то никак. Вот никак. Отправить больше дивизий. Больше своих добровольцев. Если бы еще 4 дивизии добровольцев были бы... Здесь, вот смотрите. В регионе Кванду, Кванжу, Чоладу. Полностью Республика Корея потеряла все свои войска. Только одна дивизия осталась, которая была окружена войсками. Да сам же Советский Союз нападает, наступает с помощью КНДР на Бусан. Это открытое столкновение. Мы отчаянно, украинская армия борется в этом конфликте. Сейчас посмотрим, друзья, насколько же конфликт этот затянулся. 425 тысяч со стороны появших КНДР и Советского Союза. Ну, где-то полмиллиона. И около 750 тысяч со стороны Украины, потерь Украины, Республики Корея и самих же Соединенных Штатов Америки в этом конфликте. Последняя дивизия у Чоландо в регионе сражается. А сами же американцы в вьетнамской войне. Мы 4 свои дивизии. Буквально украинцы обороняют Бусан, эту столетию, другую столетию. Жалко, что оборонных укреплений здесь в Бусане нету. И мы будем проигрывать понемножку сражения, потому что снабжение не приходит к нашим войскам. И в очередной раз мы только оттягиваем данный конфликт, друзья, от 4 дивизии. Вот как-то так. Вот как-то так. Никак мы не можем. Вот регион Бусан. Последний регион Бусан, где укрепление 4 уровня. Но у нас есть возможность продержаться именно в этом Бусане. Но не хватает снабжения. В буквальном смысле не хватает снабжения, друзья. Ну что ж. Вот такая у нас ситуация в Корейской войне. Друзья. Последний город Бусан. Это столетия Республики Куреи. Держится с помощью украинских войск. 3 дивизии только осталось. 3, друзья, дивизии. И это количество, и эта численность будет падать. Ноябрь 1964 года. И я думаю, нам надо завершать наш сегодняшний выпуск. Я думаю, что в будущем, в следующем нашем выпуске, ну никак не могу свои войска отсюда забрать. Давайте я лучше расформирую 3 единицы своих войск. Потому что, чтобы погибали наши войска, нет смысла. Мы и так проиграли Корейскую войну. И 1 ноября 1964 года. Мой Бог. Никто иной, как люди, только народная масса, сведущая, самовыщая и самовыщая на земле. Поэтому мой довезь на всю жизнь. Люди. Мой Бог. Ким Ир Сен. Упавшая домина. Китайская народная республика. Китайская республика. Писает мирно в условиях статус-кво. Республика Корея капитулирует. Корейские власти создали правительство и знания о капитализации новых сил. Ну что ж, друзья. 1964 год был непредсказуемый и был необычным годом, друзья, в нашей Heart of Iron 4, посвященной холодной войне, посвященной Украине. Я не знаю, как мы будем реагировать на следующем выпуске в сражении, американскому сражению в фронте национального освобождения, там, во Вьетнамской войне. Но сегодняшний выпуск был весьма интересный, он заслуживает лайка. Поэтому, пожалуйста, те, кто досмотрел до этого момента, не забудьте подписываться на канал, а также поставить лайк безумному выпуску, посвященной КНДР, посвященной Украинской и Советской войне в КНДР. На этот раз Варшавский пак полностью победил, и победили они с помощью только из-за того, что их было больше, из-за того, что Америка струсила в последний момент и отправила свои войска на вьетнамское направление. Если бы Америка не отправила свои войска на вьетнамское направление, война бы была уже за нами. Атака КНДР полностью, друзья, была объединена под теми оселами, которые я сказал, под коммунистами, неконтролируемыми коммунистами. Ну что ж, всем спасибо за то, что просмотрели данный выпуск. Я думаю, что в следующем выпуске мы сконцентрируем свой акцент именно на вьетнамской войне, или же там на войне. Я думаю, что на Кубе еще идет хорошая такая инициатива, потому что 70% националистов уже есть в Кубе, и Фидель Кастро, возможно, Фидель Кастро будет скинутый с престола Кубинского. Там может быть какая-то гражданская война с помощью Соединенных Штатов Америки. На этот раз Америка нас подвела, и в будущем я буду принимать этот факт близко к сердцу, буду иметь это в виду. Ну что ж, друзья, спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, оставаться с нашим каналом. С вами был Сергей, до свидания всем, и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok